Приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы. Неоднократно вы просили приготовить бургеры по технологии сувит и вот мы сегодня собрались как раз выходной день будет у нас такой праздник живота так сказать сделаем бургеры. Какой в этом смысл вообще готовить бургеры именно по технологии сувит а не поджарить просто на сковородке я вам сейчас попытаюсь кратко рассказать в первую очередь самый большой приоритет что мясо готовится при точной температуре и мы получаем очень сочную красивую розовую внутри котлету четкой степени прожарки на сковородке все-таки приготовить тонкий бургер и добиться розового цвета внутри достаточно сложно помимо этого естественно мы будем бургеры обжаривать после приготовления в сувиде но исключительно 30-40 секунд с каждой стороны для для того чтобы добиться красивой золотистой корочки а так он будет в общем-то готов совершенно то есть мы избегаем высокотемпературной обработки мяса соответственно холестерина жареного жарки на масле с выделением холестерина и в общем всяких вредных моментов связаны их с длительной температурой второе естественно бургеры сувид мы будем готовить в вакууме в вакуумной упаковке так вот какое на мой взгляд второе такое серьезное преимущество эти бургеры можно приготовить для пикника и потом совершенно спокойно пожарить на мангале на обычной решетке то есть котлеты получается практически готовые и на мангале их можно приготовить можно заморозить приготовленные потом разморозить то есть их можно наготовить впрок но самое главное что на мангале на решетке они готовятся тоже в течение ну буквально по полминуты с каждой стороны обжаривается и вы получаете отличные классные сочные бургеры они сухую котлету как это зачастую выходит для приготовления естественно нам понадобится прибор для приготовления блюд по технологии сувид ну который сейчас и принято называть сувид но на самом деле чтобы не путали сувид это именно технология приготовления а не сам вот прибор прибор украинской компании мир то у нас на канале есть обзор этого прибора ссылку на обзор я размещу в описании видео и в конечной заставке ролика и также размещу ссылку на покупку этого прибора сейчас действует акционная цена три с половиной тысячи гривен но получается дешевле чем из китая но покупая официального представителя вы получаете официальную гарантию на этот прибор у нас кстати работает уже почти год очень мы им довольны пользуемся постоянно регулярно пока полет нормальный итак друзья давайте поговорим о ингредиентах естественно для бургеров нам понадобятся булочки булочки для бургеров мы печем сами ссылку на то как приготовить булочки для вкусных бургеров или гамбургеров как вам как вам больше нравится скажем так я размещу тоже в описании видео на самом деле процесс достаточно быстро и получается булочки значительно вкуснее чем супермаркете конечно же понадобится говядина потому что бургеры лучше всего готовить из говядины ну и правильные бургеры делаются именно из говядины потому что котлета должна быть внутри такая медиум-медиум то есть розовенькая внутри тогда бургер считается правильным со свининой такие вещи не проходят всякие ну вот мы можно принципе тут и свежие огурцы и все что угодно использовать мы используем соленые огурцы помидоры листья салата и лук если мы хотим сделать чизбургера именно чизбургер мы сегодня будем делать используем сыр и для соусов для для наших чизбургеров мы используем кетчуп домашний и домашний майонез и недомашнюю французскую горчицу вот мне такое сочетание нравится больше всего конечно в интернете есть сотни вариантов соусов для гамбургера для чизбургера но мне нравится вот такой вот самый простой вариант так друзья давайте приступим вяжем фарш добавим соли ну вот так вот примерно и черного перца черный перец ингредиент по желанию у меня такое желание есть я люблю бургеры с большим количеством перца поэтому добавлю много теперь фарш надо хорошенько вымесить и вот слова хорошенько здесь как ключевое берем и вот таким вот образом начинаем вымешивать фарш как минимум в течение пяти минут никак не меньше то есть его надо хорошо вымесить чтобы он хорошо слепался иначе если фарш не вымесить котлета будет распадаться будет рыхлой после того как вывесили мясо приготовим котлеты я буду использовать пресс-форму для котлет но на самом деле их можно сделать и вручную просто форме они реально значительно аккуратнее получаются более равномерные прикол в том что можно отрегулировать вот таким вот образом толщину котлетки и и это кстати форма она четко по размеру котлета получается четко по размеру булочки оба чик отлипайся загладим краешки и сразу же ее в пакет для вакуумирования таким вот образом сейчас приготовлю вторую и займемся вакуумирование после того как нужное количество котлет налеплено завакуумируем точно так же вакуумируем остальные котлеты и отправляем наши бургеры на варку я запрограммировал прибор на температуру 58 градусов и варить их будем в течение 20 минут готовить не варить тут слово неправильно именно готовить в течение 20 минут характерная особенность этого прибора вы помещаете его в холодную воду программируете нужное количество минут и нужную температуру он начнет отсчет времени только после того как достигнет температуры но в моем случае 58 градусов и через 20 минут после достижения этой температуры звуковым сигналом сообщить мне о том что приготовление закончено таким образом я могу уже ни на что не отвлекаться я могу сделать и десяток котлет закинуть их сюда они будут вариться при четко заданной температуре я буду заниматься своими делами что собственно говоря сейчас и сделаю через 20 минут приготовления прибор нам совершил сообщает о готовности бургеров извлекаем их из емкости даем немножко остыть и в принципе в таком состоянии котлеты можно уже замораживать ну а мы дадим им остыть доготовим их на сковородке и соберем гамбургеры остывшие котлеты извлекаем из пакетов и выкладываем на полотенце перед жаркой для приготовления используем две хорошо разогретые сковородки ту сковороду на которой будем жарить котлеты смазываем небольшим количеством растительного масла а булочки можно выкладывать нас на сухую сковородку обжариваем котлеты буквально секунд по 30 по 40 с каждой стороны перевернем котлеты на другую сторону нам вот их не надо они уже готовы полностью нам надо только получить вот такую вот красивую немножко поджаристую корочку чтобы котлета имела привычный для меня вид но принц для нас ведь извините но принципе этой процедуру можно не делать если вы категорический противник жарки то бургеры полностью готовы и у нас уже практически готовы булочки снимаем все это булочки тоже должны чуть-чуть подрумяниться на сковородке снимаемся этой приступим сборки гамбургера перед сборкой гамбургера приготовим соус из французской горчицы и майонеза как я уже сказал соус можно но совершенно любой готовить можно использовать тартар все-таки мне этот нравится больше всего и приступим сборки на донышко булочки намажем кетчуп опять же таки кетчупа кто сколько любит кто любит побольше кто любит поменьше сюда помещаем нашу чудесную котлету она будет мега сочная друзья будет просто потрясающе мега сочная дальше все зависит от вашей фантазии накладываем так сказать чего душа пожелает ну и конечно же листик салата без листика салата гамбургер будет незаконченный на крышечку намазываем соус опять-таки в том количестве что-то я переборщил которая вам больше нравится закрываем наш гамбургер и гамбургер сувит готов но самое главное я хочу вам показать я сейчас совершу недопустимое разрежу гамбургер немножко он начал разваливаться хочу показать в разрезе саму котлету посмотрите друзья насколько она сочная розовая красивая правильная внутри ну и давайте попробуем что у нас получилось ну что друзья приступим дегустации немножко неудобно кушать гамбургер когда он разрезанный пополам но вкусно просто невероятно все-таки бургеры приготовлены по технологии сувит и получается на мой взгляд значительно вкуснее котлета настолько сочная вот она настолько розовая правильная внутри на сковородке можно конечно так приготовить но мне кажется так все-таки получше друзья как вы и просили рецепт гамбургера по технологии сувит мы для вас его сделали пробуйте повторяйте гамбургеры ну во первых они значительно полезнее во вторых на мой взгляд он но серьезно значительно вкуснее ну и в третьих просто здорово надеюсь что видео вам понравилось и было для вас полезным ставьте пальцы вверх друзья подписывайтесь на канал а мы с ларисой будем снимать для вас новые интересные рецепты кстати есть еще у нас рецепт вегетарианского гамбургера сувит напишите в комментариях если вы хотите чтобы мы его для вас приготовили всего доброго пока